На середину июня было освоено всего 15% средств, предусмотренных нацпроектом экологии на 2020 год, сообщили в Минприроды, отметив, что динамика меняется каждую неделю. В силу специфики выполняемых работ, основное кассовое исполнение планируется в четвертом квартале 2020 года. Коррекция мероприятий готовится и пока в планах не отражена, рассказали в министерстве. Всего до конца 2020 года на реализацию более 70 мероприятий в 45 регионах будет выделено более полутора миллиарда рублей. Деньги получают регионы и организации на расчистку русел и экологическую реабилитацию водоемов. В этом году пандемия влияет на выполнение показателей. Каждый регион ведет работы в индивидуальном режиме по определенным правилам допуска строительных и подрядных организаций, отметил руководитель Росводресурсов Дмитрий Кириллов. У ведомства законтрактовано почти 80% работы. План по искусственному лесовосстановлению на 2020 год в рамках федерального проекта сохранения лесов выполнен на 72%. По данным региональных лесных ведомств полностью выполнены запланированные на этот год работы только в Центральном федеральном округе. Как именно будет скорректирован нацпроект «Экология» пока неизвестно. В Хабаровском крае в 2018 году были утверждены паспорта региональных проектов «Чистая страна», комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами, чистая вода, сохранение уникальных водных объектов, сохранение биоразнообразия, сохранение лесов, разработанные в рамках национального проекта «Экология» до 2024 года. Давайте эту тему обсудим с нашим гостем в студии Алексей Сабитов, начальник комитета по охране окружающей среды Министерства природных ресурсов Хабаровского края. Алексей Александрович, доброе утро! Доброе утро! Вот что включает в себя реализация национального проекта на 2020 год у нас в крае? Если позволите, давайте мы чуть-чуть назад вообще вернемся, чтобы зрителям понятно было. Все, наверное, помнят майский указ президента, 2018 год, номер 204. Там 11 национальных проектов. Я вот почему туда-назад возвращаюсь, я бы хотел обратить внимание телезрителей наших на то, что отношение к охране окружающей среды меняется. Если мы раньше стратегические документы с вами смотрели, там все время на первом месте что было у нас? Экономика. Потом там демография, образование, культура, медицина, т.т.т. И там в конце где-то по алфавиту экология. А вот новый майский указ, вот эти вещи все социальные, он вынес вперед. Там экономика в конце, да? Там сначала демография, медицина, культура, образование и экология, и только потом экономика. Но это и правильно. Да, это показывает о том, что отношение в стране к этим вещам меняется, да? И всего, значит, в рамках национального проекта «Экология» 11 федеральных проектов. Они не все у нас в крае реализуются, потому что они там некоторые построены по географическому принципу. Например, там есть федеральные проекты, которые направлены на сохранение Байкала или Волги. Понятно, что мы у себя их там не можем реализовать. Есть федеральные проекты, которые реализуются федеральными органами власти. Они на территории края также реализуются, но региональные органы исполнительной власти к ним не привлекаются. И вот вы перечислили те шесть проектов, которые уходят в национальный проект «Экология», которые у нас делаются в крае. Правильно сказали, почему с деньгами? Ну, такие вещи. Обычно конкурсные процедуры проходят. У нас 44-й федеральный закон, который регулирует порядок закупок. Он довольно длительный. Довольно длительные там процедуры, да? И, как правило, окончание строек всех вещей, оно привязывается к четвертому кварталу. Потому что очень, ну, там, понятно, что процессы длительные, сложные. И поэтому такие вещи... Да, она идет по факту, и, как правило, планируется все ближе к четвертому кварталу, к окончанию года. Не все проекты требуют финансирования. Например, ну, вот министерство наше, да, в частности, отвечает за реализацию регионального проекта сохранения уникальных водных объектов. Это очень хороший региональный проект. Чем, да? Ну, допустим, поучаствовать в региональном проекте обеспечения населения чистой питьевой водой люди вряд ли смогут, да? Там речь идет о строительстве очистных, это там проектирование, экспертиза, сложные вещи, да? Сохранение уникальных водных объектов – это проект региональный, который направлен на привлечение общественности. Волонтеров, простых жителей – это субботники, это очистка берегов и такие мероприятия, да? Понятно, что все, что делается волонтерами, оно не требует большого значительного финансирования, но, в принципе, вот если к цифрам вернуться, да, мы планировали, что мы в крае уберем к 2024 году порядка, там, 20 километров берегов водных объектов. Но так все активно подключились, что мы за первый год убрали 30. А вот в этом году будут такие субботники проводиться? Знаете, вот мы в прошлом году, после того, как подвели итоги, поняли, что мы, ну, состорожничали, да, грубо говоря. И, ну, жители края готовы активно подключаться. Вот у нас губернатор проводил открытый урок по охране окружающей среды в Краевом центре образования. Там школьники активно спрашивали, как, где мы можем, да? Поэтому мы на этот год разработали план, который учитывал все пожелания, там, и вот образовательных учреждений, и от всех муниципальных районов края. Но, к сожалению, вот ограничение, которое коронавирусная инфекция внесла, мы не смогли его реализовать в полном объеме. Ну, вот помимо этого, какие, может быть, еще работы были отменены в связи с пандемией, потому что она действительно внесла свои коррективы? Ну, смотрите, например, у нас еще есть региональный проект, который предусматривает создание особо охраняемых природных территорий. Там тоже, чтобы люди понимали, да, это не просто так. Взяли экологи, посидели там, какую-то бумажку написали, появилась особо охраняемая природная территория. Комплексное обследование, наука изучает, что там происходит на этой территории, есть ли смысл ее охранять, может быть, и смысла нету, да, и тогда принимается решение о несоздании территории. Ну, так называемый отрицательный вариант, да. И также предусмотрена процедура экологической экспертизы, которая предусматривает обязательно проведение общественных обсуждений. Опять массовые мероприятия, опять мы получили ограничения, мы не можем, да, это делать. А в онлайн нельзя, да, такие экскурсии проводить? Вот сейчас мы тоже начали искать выходы, да, из такой положения, из этого сложившегося положения онлайн, это один из вариантов, мы сейчас работаем над несением изменений в нормативные законодательства. Допустим, есть региональные проекты, национальные, которые связаны с ликвидацией объектов накопленного вреда, да, ну, то есть это старые свалки там заброшенные, у нас в крае есть ряд таких объектов, он реализуется. Слава богу, мы пока, ну, не опаздываем, да, потому что один из объектов, это расположенный в городе Комсомольске на море шламонакопитель Барагипса, он запланирован на 22-й год. Сейчас ведется проектирование, мы проходим процедуру экологической экспертизы, это федеральный объект, его реализует Минприрода Российской Федерации самостоятельно, но мы поддерживаем, помогаем там. Тоже, да, определенное, вот, опять мы сталкиваемся с тем, что мы ввиду ограничений не можем провести массовые мероприятия. Вот такие, собственно, ну, пытаемся, знаете, субботник, конечно, не проведешь, да, и вот общественность экологическая, она очень, как бы, чутко реагирует, да, и нам говорят, как же так, мы вот это не сделали, вот это, ну, приходится выкручиваться, да. Надеемся, что вы найдете пути решения, а вот вообще сроки как-то были пересмотрены, и задачи по нацпроекту? Да, конечно, мы скорректировали, ну, то есть, мы же тоже, да, вспоминаем, что ограничения по коронавирусу, они поэтапно продлеваются. Конечно, и если в начале года было такое оптимистичное пожелание, да, как бы, и надежда на то, что это скоро закончится, и мы начнем, ну, на месяц позже, на два, но мы начнем вовремя, да, потому что как раз сейчас самое время. Тяжело убирать где-нибудь речку в Охотском море, там, и сейчас уже прогноз погоды помним, да, там всего 10. Здесь некомфортно, а мы же хотим туда привлечь детей, ну, какую-то молодежь, да, для того, чтобы с раннего возраста у людей отложилось, что, там, ты намусорил, кто-то за тебя убирает, поэтому так делать не надо. А вот, вы знаете, мне интересен такой момент, вот, много где-то говорилось, что, там, природа настолько очистилась, пока люди, там, не действовали, не загрязняли ее, так, может быть, какие-то проекты стоит пересмотреть, потому что стало лучше, и, там, вода стала чище. Да нет, знаете, я бы так, наверное, не сказал, что прям настолько, ну, знаете, вот, когда мы говорим о таких вещах, да, можно разделить несколько видов, ну, воздействие на окружающую среду на несколько видов. Вот все, что касается, те примеры, которые приводили нам, ну, Смитом, да, это касается животного мира. Один из факторов воздействия нашего людского, да, на животный мир, это фактор беспокойства. Ну, грубо говоря, мы своим присутствием, там, в определенные периоды мешаем внездаванию, там, размножению и так далее, да, и, как вот эти, вот, снижение туристических потоков, оно, в первую очередь, вот, на эти вещи влияет. То есть, вот с такой точки зрения. Поэтому мы сразу отмечаем, там, здесь кабан прошел, там, ну, у нас в Хабаровске, да, там, тигры, медведи, кабаны ходят по городу, и в отсутствие коронавируса ничего им не мешает, и так с этим все хорошо. Ну, а крупные предприятия, они, как правило, как работали, так и работают, да. Да, ну, чего скрывать, Хабаровский край, он природно-ресурсный, да, у нас очень развит добывающий комплекс, перерабатывающий, эти предприятия как работали, так и продолжают работать. И надзорные органы, хоть и тоже с определенными ограничениями, как продолжали за ними следить, так мы и продолжаем. Ну, ну, в любом случае, мы надеемся, что вот Хабаровский край будут в ближайшем времени ставить в пример всем остальным регионам. Будем работать. По экологии. Спасибо. Давайте вместе работать. Есть еще проекты, где мы можем, там, по ТКО, раздельный сбор. Пожалуйста, я приглашаю всех участвовать и в субботниках, и в раздельном сборе. Присоединяйтесь. Спасибо вам большое. У нас в студии был Алексей Сабитов, начальник комитета по охране окружающей среды, Министерства природных ресурсов Хабаровского края. Субтитры подогнал «Симон»